География. Тема номер 9. Другие виды ресурсов. Каковы перспективы нетрадиционной энергетики? Что понимают под агроклиматическими ресурсами? Какие бывают рекреационные ресурсы? Ресурсы нетрадиционной энергетики, природные ресурсы мира, не ограничиваются уже рассмотренными нами. Так, наряду с широким использованием традиционных источников энергии предпринимаются попытки вовлечь в хозяйственный оборот ресурсы так называемой нетрадиционной или альтернативной энергетики. Это энергия Солнца, ветра, земли, земных недр, приливов, водливов, термоядерной энергии и так далее. Особые надежды возлагаются на водород, как на один из наиболее перспективных видов энергоносителей. Самый крупный источник энергии на Земле – энергия Солнца. Количество солнечной радиации ежегодно, поступающей на земную поверхность, превышает мировое потребление энергии в 20 тысяч раз. Однако только очень небольшая ее часть может быть использована. Развитие гелиоэнергетики от греческого слова «хелио» – Солнце – открывает широкие перспективы, особенно перед странами тропических поясов, где бывает около 300 солнечных дней в году. Больше других преуспели в развитии гелиоэнергетики США и Франции, которые уже приступили к эксплуатации первых солнечных электростанций. Подобная станция построена в Крыму. Работы по использованию энергии Солнца ведутся в Японии, Италии, Индии и Бразилии. Испокон веков человеку служила энергия ветра. В Китае, Индии и Египте примитивные ветряные двигатели применялись еще две тысячи лет назад. Использование ветровых установок в качестве источников электрической энергии возможно в тех районах, где постоянной ветры и сил их достаточно. Побережье Балтийского, Северного, Арктических морей. Сегодня работы по конструированию ветровых установок на новой технологической основе ведутся в Дании, Нидерландах, во Франции, Германии, США и других странах. Еще один нетрадиционный ресурс энергетики – энергия земных недр. Технические возможности позволяют сегодня использовать геотермальную энергию там, где есть естественные выходы горячего пара и термальных вод с перепадом температур 80-100 градусов по Цельсию. Гейзеры Исландии и Камчатки, западных регионов США, Италии, Мексики, Новой Зеландии. Тепло земли используется для обогрева помещений в зимнее время, теплиц, а также для производства электрической энергии. В Исландии, лежащую у полярного круга, в теплицах выращивают не только огурцы и томаты, но и виноград. Ананасы, бананы, геотермальные электростанции работают сегодня в России, на Камчатке, в Италии, Исландии, Японии, Новой Зеландии. Ресурсы нетрадиционной энергетики – это энергия солнца, ветра, земных нетр и т.д. Одно из главных их преимуществ – экологическая чистота по сравнению с традиционными энергоресурсами. Агроклиматические ресурсы. Под агроклиматическими ресурсами принято понимать основные элементы климата – тепло, влагу, свет и воздух, которые наряду с питательными веществами почвы служат непременными условиями развития растений. Все элементы климата, строго говоря, равноценны, однако современное размещение и специализацию мирового земледелия определяют прежде всего обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом. Элементарными понятиями, характеризующими термический режим сельскохозяйственного региона, являются следующие. Биологическая сумма температур, количество тепла, необходимого растениям для полного завершения вегетационного цикла, сумма активных температур, арифметическая сумма всех средних суточных температур за период, когда они превышают 10 градусов по Цельсию, иногда 5 градусов по Цельсию, биологический ноль или минимум, критический температурный уровень, ограничивающий активное развитие растений. Для пшеницы он равен 5 градусам по Цельсию, кукурузы 10 градусам по Цельсию, риса 15 градусам по Цельсию. В меньшей степени географию земледелия определяет его водообеспеченность, хотя влага важнейший фактор жизнедеятельности растений. Еще в меньшей мере специализация земледелия определяется составом воздуха и световой частью солнечного спектра. А так, процентное соотношение воздушных компонентов практически одинаково для подавляющего большинства сельскохозяйственных регионов мира. А большая продолжительность летнего светового дня в северных широтах, чем в тропиках, не компенсирует недостаток тепла. В то же время воздух и свет необходимейшие условия жизнедеятельности растений. Агроклиматические ресурсы – это ресурсы климата, оцениваемые применительно к условиям роста и развития сельскохозяйственных культур. К ним относятся тепло, влага, воздух, свет. Рекреационные ресурсы – это объекты природного или антропогенного происхождения, которые обладают уникальностью, эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительными свойствами, исторической или культурной ценностью. По мере быстрого развития сферы услуг, огромное значение в современном мире приобрели рекреационные ресурсы, от латинского слова «восстановление», которые могут быть использованы для лечения отдыха туризма. Среди них выделяют природные и культурно-исторические рекреационные ресурсы. К природным относятся территории, располагающие свойствами, благоприятными с точки зрения отдыха, лечения. Это могут быть лесные массивы, горы, берега, рек, озер, морей, места выхода целебных, минеральных источников и так далее. Культурно-историческими рекреационными ресурсами являются памятники архитектуры, истории, искусства, например, дворцово-парковые ансамбли Петра Дворца под Санкт-Петербургом, Иверсаля под Парижем, Римские Колизеи, Афинские Акрополи, Египетские Пирамиды, Великая Китайская Стена и так далее. На основу рекреационных ресурсов, но основа рекреационных ресурсов составляют все же природные элементы. Каждая страна обладает теми или иными рекреационными ресурсами. У туристов всего мира наибольшей популярностью пользуются те страны, где наиболее удачное сочетание благоприятных природных условий и всемирно известных культурно-исторических достопримечательностей Испании, Франции, Италии, Швейцарии, Греции, Японии, Мексикой и так далее. Таким образом были охарактеризованы лишь главные виды природных ресурсов. Еще не потеряли хозяйственного значения, например, ресурсы животного мира. Хотя за последние десятилетия мировой генофонд диких животных сильно сократился. Еще не готовы человечество использовать гравитационную энергию и электричество атмосферы. Слабо используют торф, исландцы и так далее. Природные и культурно-исторические рекреационные ресурсы принадлежат к числу наиболее востребованных в 21 веке. Их использование в немалой степени зависит от уровня развития сферы услуг.